Субтитры сделал DimaTorzok Действительно получилось у нас подольше Ребут, но нужно было дождаться Одну секунду, пока у нас тут не началась игра Но скоро она уже начнется Буквально на минуту отойду Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, я надеюсь Я надеюсь все проблемы у нас пофиксились со звуком О, с картинкой Так, ну естественно Не забываем включить звук в дотке Все проверили, все запустили Все отлично Отлично, вроде все норм Никак не дообработается вторая запись Точнее первая запись игры G1 Лиги Вот уже готов практически выложить Но все там идет обработка Что-то YouTube отказался Переходить в себя Ну что ж, Коттл Никс в бане от No Tide Hunter Бэтрайдер и Висп в бане от Mouse Sports И мы видим Лон Друида в пике от Mozov И опять же Магнуса от НТХ Ну что, в первой игре не сказать, что прям очень уверенно Но не будем забывать, что Во-первых, у НТХ замена И с заменой они играют Но тем не менее Скажем так, без особых Каких-то Сложностей Они Mozov переиграли Все было четко, размеренно Вышли, запушили, убили Очень-очень здорово Большие молодцы Ну а Mozov По-прежнему чего-то им не хватает Так, пока поставлю на паузу здесь Лайфстилер или Шрак от No Tide Hunter Ну и Шадоу Демон от Mozov И посмотрим, что ждет последним пиком в первой фазе Прежде всего, посмотрим на Лон Друида Который очень-очень хорош Ну я думаю, Блэк справится С этим героем Фата заберет себе пака И вот самая большая проблема Это все-таки Соло Мид был в прошлой игре Потому что Магнус был отличный А Шторм как-то так себе вошел Да, Смайла что-то нету Не знаю, он в прошлой игре не подошел Видимо, в этой В этой, видимо, его тоже не будет Рубик с Ченом Отправлены в бан Ну не хотят ему завидеть больше этого Чена Действительно, Аккет, надо сказать, сыграл очень здорово Но вот большие проблемы все-таки есть у Смагла Видно, что он не в форме Находится, как-то он вообще в той игре потерялся И мало было толку от него Фактически в четвером играли на Утайдхантер И они обыграли Моус Спортс Даже в четвером Нейчер Профит Сами банят на этот раз Моуза Но это прежде всего против Адмирала Бульдога А что это за команда? Вопрос более чем странный на самом деле Для человека, который смотрит Доту Ну хотя бы, мне кажется, пару недель Ну, видимо, не пару недель Ну хотя, опять же, я все время смотрю с позиции человека Который смотрит ее каждый день в большом количестве И для меня-то он действительно странный Но Утайдхантер одна из сильнейших команд Европы и Америки Сейчас, если не самая сильная Ну, Моус Спортс Именитая, безусловно, команда Ну, конечно, видно, сколько им не хватает Всего Бан Лины мы видим Под Шадоу Демона Как раз бан Рубика Не сказать, что под Шадоу Демона Ну, просто бан Рубика Ну, сейчас, конечно, первые ваши комментарии Жду по поводу ФПСа в игре Пофиксилось ли все просто перед запуском эксплита Я надеюсь, что да Жду, когда обработается О, обработался, вот Да есть же Хорошо, значит, сейчас мы быстренько Тогда Опубликуем его на сайте И те, кто пропустил сегодня G1 Лигу Смогут Посмотреть Вот уже практически Так, отправил его на сайт Отправил в Твиттер В ВК, конечно же Конечно же, ВВК Игры очень интересные И рекомендую, если у вас Есть свободная минутка Сразу после трансляции глянуть Хотя сегодняшняя трансляция будет еще достаточно Большая по своей продолжительности Да, все добавил Теперь только в паузе Один момент еще нужно будет провернуть Что у нас с тем временем Мауза забирает в себя Алхимика А Ноутайт Хантер через Инчу будет тут играть Ну вот Инчайли Шрак Два достаточно неплохих Роумера Лайфстилер в качестве Гэри Магнус Ну и сейчас хороший Обязательно хороший соло-лайн нужно выбирать А знаете, что лучше всего войдет сейчас в команде Ноутайт Хантер? Вы не поверите Дарксир Его нету ни в пике, ни в бане Либо я чего-то не вижу Да, Дарксира нету Это идеально вообще У них будет три очень сильных соло-линии И два великолепных Роумера Выиграть в такой игре Будет не то что легко Но будут хорошие шансы Опять же Инча Который может и подпушить Или Шрак тоже Короче, очень сильный пуш И при этом в Лейте они тоже будут хороши Все-таки Дарксир, Магнус, Лайфстилер Не знаю, куда смотрели игроки команд Вообще Но если Дарксир сейчас не войдет в пик И в бан Это будет уникальная игра Ну и про него просто забыли Вот я уверен, что про него просто забыли Ребята, Дарксир Не, не помнят, не видят Гирокоптера все-таки взяли Ноутайт Хантер Ну а что Маузам? Маузам тоже Дарксир неплохо заходит Да Дарксир всегда неплохо заходит Практически в любой пик Почему его нету? Очень странная ситуация Ну ладно Пусть пикуют, что хотят Хотя время-то посмотрите Еще полторы минуты у Маузов Может вспомнят про Дейсик Это все-таки Ну вообще им второй саппорт напрашивается В пик То есть как бы Друид, алхимик есть Нужно какого-то саппорта героя Да, забавно Очень забавно Действительно Морфлинг Что? Морфлинг То есть это саппорт алхимик будет Вот так вот Да, игра уникальна не только потому что Дарксира вообще забыли А еще и потому что морфлинга взяли Разбирают, разбирают героев Команда Да Ребят Почему не так громко слышно? Да нет, все норм Все норм Забавно У меня еще играет музыка пиков А здесь уже ребята Начали игру Надеюсь она не будет нас преследовать Всю игру Потому что она достаточно утомительная Ну что, Шакки будут играть на Enchantra Сразу, понятное дело Берет Смок Смагл с ним Заходит Чекают Рошан На Рошане никого Сфо на Магнусе пойдет Соло мид Адмирал Бульдог на Лайфстиллере И вот так вот А, то есть у них Опять Герри Гирокоптер И Лайфстиллер На этот раз такой Хардлайн Фармящий С поддержкой Инчи И Гражданина Лешрака Ну что ж, интересно будет На это посмотреть Морфлинг от Блэка В легкой линии Прикольно У меня музыка до сих пор играет Ну с вашего позволения Я тогда ее убавлю Потому что она реально бесячая В игре она будет мешать Но потом прибавлю обратно Фата Опять у него Опять та же ситуация И опять Фате нужно помешать Как-то нафармить Магнусу Сможет ли он это сделать Пак сразу уходит В шифт Ну пока что 0-0 Крипстаты Лайфстиллер В инвизе Ставится сразу Ему вардец Лайфстиллер Просто сидит Не, лайфстиллеру Одному здесь вообще Не вариант Нужна инча Обязательно Тем временем Какие-то отпулы у нас Бешеные С обеих сторон Ну и что Аки пока в лесу Аки качается Аки сейчас получит Какой-то левел Видимо и пойдет Помогать Лайфстиллеру Да, очень необычная игра Ну пусть так Двух крипов Забирает инча Всего лишь 91 единичку Иксп Она получила Это очень мало Там уже второй морф Есть у него перекачка Есть волна Ну и инча бежит Сейчас будет смок Разбит Да, разбивают смок Побежали Куда побегут На мид Или все-таки на линию Пока не уверены Ну пака тяжело поймать Очень тяжело Ага Видят 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 Инча Видят Кентавра Пас И все Забирает Троля себе Инча Ну и здесь Скорее всего Будет доминировать На этой линии Нужно обязательно Закрепить Эту точку Гира против медведя Харасит Медведя Флэком Очень здорово У него это получается Так А медведь тем временем Что-то купил себе Медведь Медведь купил Арбу Но ему скоро Нужно будет вызывать Нового мишку Пак забирает ДД Здесь Анварда Центриками Так Ну я смотрю нормально Фпс у нас Все в порядке Видимо просто Из-за того что Долго был стрим запущен Фпс несколько просел Возможно потому что Я кодировал воды Параллельно Ну я их конечно Не во время стрима Кодировал Но тем не менее Эксплит был запущен Там у нас пауза была Может быть это как-то Сказалось Мешают фармить Марфу Второго левела Алхимик Через тучу и банку Через банку и тучу Тролль выходит Смотрит на то что происходит Ничего не видят Интересного Ходит обратно Тем временем Магнус продолжает Обузить ботл Все отправил куру Ботл также есть у нас У Фаты 18-6 у Фаты 14-1 Но чуть-чуть Он выигрывает На этот раз У Магнусу Но опять же чуть-чуть Опять Магнус Свою линию Более чем достойно Стоит Алекс Алекс на алхимике Ну и лайфстиллер Что лайфстиллер 12 крипов Морф 16 Гирокоптер Гирокоптер 16 Лондруид 7 Пак забирает Магнус И тем временем Напали на Смагло Смагло стирают 2-0 в пользу Маус Спорт Здорово Да ФБ забирает Фата Ну а тем временем На верхней линии Очень неплохо Разбираются Мауза Очень неплохо Кашква Кашква Должен купить себе Какие-то Хилищие тапки Видимо Ну потому что Сейчас скиллы у него Закончатся А Гиртой Будет продолжать Его харасить Не дает даже подойти Ну что ж На этот раз У No Tide Hunter Не все так хорошо Почти пятый Сразу становится Морфлинг У Лишака Все плохо Ну и тут Алхимик Алхимик Третьего левела Со второй банкой Есть уже Соу Кетчер Здорово Все Очень здорово Интересная вообще Реализация Ну вроде норм Все с ВПСами Надо еще Скайп чекнуть Да Никто ничего не пишет Но будем считать Что это норм Обычно Это логика верная Забирает себе Кентавра Инча И уходит Крипстат Магнуса Становится на стоповом Но он отдал ФБ Не будем об этом забывать Получил шестой левел Не кстати У Магнуса Все равно неплохо У него денег Примерно столько же Сколько у Пака Ну чуть меньше может быть О Инчантра Забирает Алхимика Грызет морфа Пак уже приходит сюда Бьет Пак Инчу с Айленсом И разрывает Лайфстилер по-моему Не понял Что это очень опасно Сейчас может Затерпеть Нет Уходит Пак Магнус продолжает Формить Размен у нас Один в один Умер Алхимик Умер Умер Лайанча Но с подключением Соло мидера Это все происходило Пак возвращается Почти седьмой Магнус тоже Почти седьмой Вот Магнус Как раз себе Берет седьмой И уходит Чекать руну И ему везет С этой руной ДДшку Находит Все правильно Выпивает Фулл ХП Фулл Мана Транквилы есть У Кошква Лода Лода тоже чекал руну У него пустая бутылка Он наверное несет себе ее Чтобы пообузить Но почему-то Точнее Куру ведет к себе Чтобы пообузить Ботал Но почему-то Кура Зависла у нас В середине где-то Магнус Ну и сейчас смотрим Затем как Магнус Ворвется Преимущество по опыту Небольшое Есть у Моузов По золоту Все вровень Магнус Выбирает позицию Скьюер Второго левела Радиус 800 Наверное вот такой вот радиус Морфа Нападают Ой не успели Не успели Ну нужно Магнуса было конечно Начинать А не Лайфстиллеру О чем думали-то вообще Пацаны Лондруид убивает Гирокоптера Вот так вот Короче Соло Забирают киллы Ох Инча гоняет Медведя Но он такой быстрый Под транквилами Такой быстрый Медведь Просто его не догнать Убегает Дедуля Морф уже шестой Ну понятное дело Репликейт не берет Лайфстиллер пятый Смагл пятый Не Смагл третий Гирокоптера Все не так уж хорошо Из-за того что он умер Один четыре В пользу Маузов Но такого прям Сильного преимущества У них нету Есть небольшое преимущество Но сейчас Его нужно выравнивать Нужно качаться Инчой в лесу Просто Просто качаться Инчой в лесу Вот правильно Качаться Магнусом в лесу Вот он сагрил Там еще Крипов дополнительно Пока там На миде Ничего не происходит Пошел Спокойно Зафармил себе Крипцов Сделал дабл спаун Потом его придет Дофармит Пак чекает Руну И руна Опять появляется Наверху Забирает ее Пак Тем временем Напали на лондруида Подвесили ему Ракету Сюда дает ТП пас Пак Отличная ульта Ульта от гирокоптера Очень больно Инчи Инча умирает С Сайланса Дисрапшн На кого? На Лишака Взрывает гирокоптера Лишак уходит Или не уходит Сейчас Пак Попробует его догнать Арбой Пошла Арба Уворачивается Нет Попадает все таки Арба по Лишаку Дает стан И умирает Ну что ж Еще 3 в 0 Размен И становится Счет 7 в 1 Вот это уже плохо Вот это очень плохо Расчет идет Сейчас только на Какого-то Магнуса Очень сильного Да и то Все будет Очень непросто В этой игре Для Но Тайт Хантер И возможно Музам Удастся что-то Но в той игре Они тоже Поначалу выглядели Неплохо Но потом В какой-то момент Посыпались Здесь вот оно Стартовое преимущество Очень хорошее преимущество Гирокоптер Голый Лайфстиллер Тоже особо Без артов У морфинга Уже появляются Какие-то артефакты Алхимик Готов заряжать банку Пошла банка Кидает банку Не до конца Заряжает Из-за этого Может гирокоптер уйдет Дает ульту И медведь Его добивает Алхимик Тут же включает Свой Спасается Да Хороший мувспид Хороший реген Реген хп Реген маны 8.1 Ну что Неужели мувза Сравняют счет Сейчас Лайфстиллер Отправляется вниз Есть инфест Но его видит медведь Видит его медведь А у кошква Мувспид огромный У кошква 390 мувспида Лишрак Получает сразу Прямо банку Посмотрите Всего 2 секунды Подержал ее Алхимик Ну какой урон Да Правда С маной беда У алхимика У него даже Нульту нету А нет Нульту есть Сейчас Побузит ульту Покопит Ману Попытались Убить Магнуса Ничего не вышло Алхимик Заберет Хасту Нужно Нужно ее Разбить Инче Разбивает Хасту Очень хорошо Правильно Все делает Акки Наверху Блэк 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 И колечко ПТшка Базилка И все неплохо Учитывая что его команда ведет Но вот это очень важный момент Когда Морфс чувствует себя Настолько неплохо в игре То есть ему не надо Никуда торопиться Его не зажимают Он может быть очень сильным Смотрим на мид Одиннадцатая минута игры Гирокоптер играет Против Пака Пак оставляет бутылку Понесет ее сейчас На майн Лайфстилер Потихонечку Подбирается Кормлету Ну конечно Далековато ему Турбоморфа Уж скоро линка будет Если это линка Конечно Медведь С алхимиком Крипится У алхимика ульта Третья банка Урон колоссальный Да Просто вот по этим 500-600 хп героям Ставят Иссит спрей Попробуй подэссит спреем Погрызи Ну нет Хорошо Лишак с диаболиком Я думаю справится Хотя можно сейчас Попробовать ворваться Можно Можно попробовать ворваться Нет Решают не рисковать Просто оставляют вышку Ну может быть оно и правильнее Ну еще одну Один выстрел Позволит сделать катапульти Да Иденайт Тут же денайт Эту вышку Грызет медведь Пытается заденайт 86 хп Остается Пошла банка Винчу На пол хп Винчу разрывает Пак Получает стан Тут же Лайфстилер не уйдет Никуда Ничего у него уже нет Пытается как-то откилиться Пак Доминейтинг Даблкил Ну что Фата Отыгрывает отлично Эту игру В отличие от прошлой И 10-1 уже Счет становится 10-1 Тем временем Магнус пытается Хотя бы как-то Спушить вышку Волну по крипам Видит алхимика Промахивается по нему Скьюером Да Там лишь шаг Винчу подходит Было бы неплохо Конечно Ну что Алхимика Неужели не запинают Видимо Не запинают Видимо Действительно Не запинают Вышка снизу Спужина У Кашква Есть ботинки Ботинки Орбы Щитки Пока все мелочь У Пак Появляется Даггер Вот это уже Очень круто Ну и морфлинг Морфлинг Которому вообще Никто не мешает Просто его Сейчас прохарасит Гирокопка Да Две ракеты Попадает Но Марфу Как-то абсолютно Все равно На эти две ракеты Тпшится Гира вниз Ну и здесь Его ждет Сюрприз В виде шестого Шадоу Демона Шадоу Демона Уходит Будет дефить Вышку сейчас На топе Подходит Пак У Пака 15 секунд ульта Но Пака Очень сильно боятся И Моров здесь же Да И сейчас уже Очень большое преимущество Попробуем Включить музыку Давайте Да музыка По прежнему У нас как будто Пики идут Забавно Очень и очень Забавно Видит Медведя Дает ему Первую сетку Ванды Прикапывает он Энчандрос Энчандрос Хороший стан Вторая сетка И Медведь Сейчас просто улетит Или нет Или нет Или да Улетает Медведь 200 хп Возможно Убьют Сумона Возможно И не убьют Да Даже не убьют Он просто Блинканет его обратно 10-1 Никого не убить Магнус Есть Даггер Практически Есть Даггер Морфу не дает Получить еще Буквально Один крип Нет Морф Мешает Мешает Доформить Даггер Загрызают вышку Ну вот он Даггер Кстати А почему Не заденаили Ну тут странный Мауза Магнус Забирает себе Даггер Тут же отходит 10-й левел Даггер На 14-й Не так все хорошо У Магнуса Как в предыдущей игре Совсем не так все хорошо Подтягивается Инча Алхимик На хосте Скорость атаки Конечно Заставляет Желать лучшего Ну и Пака Здесь Нет Пака Не заберут У Пака Есть Арба У Пака Есть Шифт Куча всего Есть у Пака Две перчатки Тем временем Медведя Ну нафармил уже Тысячу с лишним Купил две перчатки Одну под Армлет Другую под Мелстром И вышка сверху падает Нужно Денайт Эту вышку Обязательно Что у нас у Марфа У Марфа Ультимейтор Подходит Он потихонечку Подходит Клинке Ооо Алхимик Ой как хорошо Влетают В Лешака Вместе с Инча Антра Сразу убивают Двоих И все Драться здесь Уже нельзя Здорово Хорошее решение От Пака Прячет 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 Куру Но Пак Вряд ли за ней Погонится Да Пак Все видит Уходит на дагере Алхимик Там тем временем Развлекается Есть у него Медалька Отличное решение От Пака Пак такого большого Левела Имеет огромный Прокаст По урону И конечно Вот этих саппортов У которых 800 хп Он стирает Очень и очень жестко Ну и сейчас Лешаку досталось Но по ней тоже Очень классно Проехался Алхимик Банкой 12-1 Полная доминация Команды Моу Спорт Вот так вот Неожиданно Особенно после Первой игры Где все было в порядке У Нолдайт Хантер И вот такой вот Пик вроде бы Необычный Формит Медведь Понимает Где он находится Он их всех Прекрасно видит Да Уходят Нет Его здесь не догонят Еще ДД заберет Дабл дэмэдж Алхимик Взрывает На 3,5 секунды Очень неплохо Ну и Лода Спрокаста умирает Спрокаст пака Викет Сик от пака 7,03 Еще одну вышку Сейчас заберут 1,13 Да Дисрапшн В морфа Чтобы больше урона Было от иллюзий Еще репликейт Ставит Репликейт От иллюзий Дисрапшн Вот такого я еще не видел Обычно Морф не может Сделать репликейт Самого себя Но не в этой игре Смотрите Сейчас еще Ну мы должны понимать Да Понимает Что это репликейт Конечно Забавно Сделал репликейт С иллюзией Но мне кажется Это должны пофиксить Морф не должен Делать репликейт Самого себя Это было В одной из версий Пофикшена Что он не мог Делать себе С иллюзией Репликейт Ну и Ну с другой стороны Это иллюзия Шадоу Демона Это несколько другой Алхимик У нас собирает Мекку Нужно Алексу Отсюда убегать Надо сказать Что Алекс Вот на алхимика Отыгрывает гораздо лучше Чем на том же котле Да Да Правильно Включает банку Получает стан Ой как много урона Очень много урона Магнус Сюда же Стики Все таки Забирают алхимика Магнус Идет дальше Получает сайланс Магнус Получает ульту Пака Пак очень сильно Поспешил Разорвали Дримкоил Ну и Магнус Минус Отличный Реверс полярити На самом деле Неплохо кастовал Но Пак ушел в шифт Очень грамотно Фата Сегодня В этой игре Безупречен практически В прошлой игре Он был очень плохо Забирают двоих Влетает на сайлансе В шифт И Обратно Здорово Минус сумон Нужно перехватить Каким-то образом Медведя Но Медведь Опять слишком быстро Под Рэбидом С Фейзами Ой С Транквилами Пак забирает Инвиз Медведь Копает Лишрака Лишрак очень битый Получает Стан Сайланс Да Медведь добивает Лишрака Инча Не хватает ей ХП Пак забирает ее И еще один Герой команды Нолдайт Хандер Пак уже Год лайк 9-0-4 17-4 Становится Счет падает Еще одна вышка Остается всего лишь Одна вышка Счет по вышкам 5-1 И то эту вышку Могли заденайить Не заденайли Но мне кажется Сейчас уже реально Не важно Здесь алхимик Один Чего только стоит Которого Попробуй убей Ну а ведь Главный кэрри Команда Мау Спортс Это Морф И у Морфа Появляется уже У нас Линкен 12-й левел Здорово Нет Он решил Вот так вот Не собирать Линкен Увидев что Ну Решил Собрать манту 131 Крип у Блэка Заходит на Рошана Ну и наверное После Рошана С Медведем Да Медведь Что-то не проигрывает Доту Вообще Идентичные Абсолютно Графики По золоту И по опыту Ну с небольшим Различием Алхимик Сейчас соберет Мекку Забирает Аигис Морф 2-0 Блэк Ну конечно Фата здесь Просто Мастер игры Ну и что Видят Сейчас Пак Поставит Дримкоил Ставит Дримкоил Всего лишь По двоим Входит Банка Лайфстилера Минус Инча Сразу Смагл Также Отваливается От Пака Магнус Реверс Полярит Отличный От Магнуса Убирают Двоих Пока что Только 2-2 Туландруид Слишком Жирный Грызут Грызут Лайфстилер Лайфстилер Умирает 3-2 Пак Уже вернулся После байбека Ну и Фата Фата Бежит За СФО У которого Нету Ничего Который Раскастовался Раскастовался Хорошо Но этого Недостаточно Как часто Бывает По такой Игре Лода А Лоды Что в драке Не было Да нет Скорее всего Он просто спрятался И отпился Вот сейчас Из бутылки Видит Медведя Видит Медведя Медведю Что не будет Запустить Ракету Пускает Пошел Скьюер Прячет Герокоптера Медведя Летит Ракета Ооо Медведь Сейчас Ракетой Убьет Да Медведя Убивает Ракетой Нет Магнус Даже Дотянулся Чем-то Тем временем Лода Получает Кучу урона Морф Пошел Перекачиваться В силу Ракеты Не попадут По морфу У него Манта Еще Аегис Ну глупо Бежать За этим Морфом Пак Забирает Энчантрос Получает Ракету Ну сейчас Просто Арба Шифт И до свидания Скьюер Шифт Ракет Входит В шифт Тем временем Алхимик Алхимик Взрывается А где Лайфстиллер А Лайфстиллер Ушел Его видит Пак Дает Арбу Получает Сайленс Лайфстиллер Получает Дримкоил Лайфстиллер Ультит Включает Армлет Кидают Ему Медальку Лишрак Пол хп Теряет С банки Лишрак Ну что После всего Этого 23 на 6 Аегис Остался У морфлинга Он возвращается На базу 1900 монет 304 Преимущество Чуть-чуть Увеличилось Вышку Не забрали Но достаточно Неплохая Была драка В любом случае Ничего не потеряли Муза По большому счету Только чуть выиграли Ну кроме времени Но спешите мне куда Абсолютно У них Великолепно себя чувствует Алхимик Сейчас получит Вторую ульту Начнет кстати Фармить Ну что начнет Качать монетку И фармить Очень неплохо Каких-нибудь Маленьких Крипов Получает за них Увеличенное Количество Золота Пак 13-1 Все-таки на этот раз Его удалось забрать Ну и не дают Запушить Ни в коем случае Пак Уходит в шиф С даггера Фортификейшн Флаг По морфу Морф Купил себе Персиверанс Видимо все-таки Это будет Линкен Денает Вышку морф Манта Алхимик Готов выбрасывать банку Бросает Лайфстилер Лайфстилер Укидает медальку Реверс полярити В троих Отличное От С4 С4 Рубит Отвозит всех Нет Слишком много Слишком много ХП Все фуловые Лода умирает Алекс пытается убить Он включает Накачивает Unstable Construction Или как там Эта штука называется Конкак Конкакшн Короче Какая-то Нестабильная Смесь Взрывная Соулкетчер Забирают Enchantress ГГ Пишут Игроки Команды NoTideHunter Счет становится 1-1 И нас ждет Увлекательная Третья игра Предсказать Которую будет Очень тяжело Да Первая игра Полностью под контролем НТХ Вторая игра Вот так вот Муза переворачивает Ждем Третьей игры Третья игра Третья игра Через несколько минут Третья игра Не отключайтесь С вами по-прежнему Virtus.pro.tv